вообще привет подписчики с вами как обычно смартфон давно не было видосика ну и в общем говоря сегодня этот видос я запустил значит сегодня у нас 25 серия и в этой 25 серии у нас будет телефончик от huawei давно я их не брал на самом деле у меня последний обзор на huawei был вообще уже как-то давно вот поэтому появился крутой huawei сейчас мы его рассмотрим да он реально к слой во всем крутой сейчас вы все увидите все его характеристики всему плюшки в общем погнали на сегодня наш телефон будет huawei nova 9 тур вышел буквально недавно и сейчас посмотрим сначала его внешний вид и у нас тут перед обзором открывается сразу какой-то черный такой графитовый ну вот спереди это флагман как вы поняли можно даже сказать супер флагман вот но до супер флагмана немного не дотягивает в общем говоря у него здесь дырка в экране изогнутые рамки то есть экран круглый такой изогнутый весь это только флагманов делать собственно говоря а сзади он выглядит иначе а сзади он выглядит вот так сзади у него имеется вот такой цвет графитовый я на самом деле вот эту грури короче можно сказать вот этим выбиранием цветов отложил сторонку теперь мы буду показывать все цвета иначе это будет неинтересно многие будут на это жаловать еще извиняюсь немножко приболел ну хотя как приболел першить немного ладно это не суть важно что здесь видим просто огромнейший блок камер вы реально посмотрите он огромный туда же 21 ультра может спокойно сравниваться так как у него такой же блок камер может еще больше но здесь он реально даже уме 11 поменьше будет здесь мы видим один центральный просто огромный глаз какой-то серебряной алюминиевой рамкой такой отделенный дальше мы видим еще один кружок с тремя какими-то камерами и фонариком так вспышечкой вот есть это как два круга на в одном одна огромная камера во всю площадь а второе три камеры такие глазка очень прикольный дизайн получился но хотя многие скажут он немного такой уродливый год и естественно все по минимализму написано huawei снизу посмотрим толщину смартфона она тут тоже присутствует в общем говоря вот как он выглядит просто обалдеть рамки какой блок он выступает жесть но слава богу не настолько огромный как у например mi 11 ультра я вам показывал по-моему телефон на него будет обзор на нескоро еще может где-то в 30 или 40 серии винит посмотрим как я смог записывать видосы в общем изогнутые рамки здесь очень видно это идеально вот мы теперь показываем цвета 1 графит вы увидели дальше есть вот такой вот свет дамка я ему название а вложище чем отличие смотрите здесь еще какие-то прикольные буквы такие пусть по такие серебристые буквы фиолетовым таким оттенком мужчин говоря это можно назвать как это как это можно назвать ультрафиолет вообще неплохо и еще смотреть у него помните у графита была обычная серебряная рамка здесь ленте она фиолетовая тоже ничего себе вот дальше смотрим дальше смотрим новым экран то есть обои них одинаковый дальше нас есть вот такой камышовые болотные сразу ему дает такой здесь уже смотрите текстура немного другая если присмотреться как бы шума и умеет такие вот и опять она уже не фиолетовая уже такая чуть ли как в марину цвету приближается и здесь тоже эти буквы есть вот но видать графитов это самые обалденные самый классический флагман вот поэтому этот цвет самый стандартный что здесь еще есть это текстура такая прикольно как будто шероховистая такая вот это камышовые болотные и вот последний еще цвет закусочку будем его называть ясно ясный такой небес не буду если что на санитренные цвета давать пусть это будет какой-то небесный голубой вот такой вот ну что здесь спокойный градиент наблюдается вот и буквы ну и также это серебряная водка она уже голубенькая ближе к синему смотрим теперь характеристики этому смартфону так хавы нова 9 все это мы видим и не в гсм чайс что такое данный и не дан но смотрим заведитель хуавей модель это все понятно так компоненты связи что у нас тут есть значит здесь компоненты связи естественно флагман скилл тоет это да и это и наблюдаются странно что у телефона нет 5g потому что это флагманы и у всех флагманов уже есть 5g вес ничего себе легкий конечно для своего для своего размера 175 грамм охренеть 10 всего лишь дисплей самый офигенный дисплей у лет вот даже не амулет сколько цветов это сколько ты и даже такого числа не знаю 107 его бит каких-то я не знаю что это вообще зачастую 107 га цветов как и нет то есть это получается больше чем триллиард цветов ни хрена себе это дал то там насыщенный пост экран бешеный ну конечно 120 герц чтобы мог подумать вот разрешение отличная 1080 на 2040 хотя у флагманов есть побольше других которые не этот где-то плюсы у экрана где-то минусы значит здесь еще 657 диагональ экрана нормально так для такого флагмана 392 плотность пикселей плотность пикселей здесь не очень я бы сказал для флагмана флагманах там по 500 по 400 здесь даже 392 только ну экран естественно из-за того что он изогнутый 90 процентов ваш по батарее что-то по батарее 4 300 миллиампер час можно понятно почему он такой тоненький понятно почему он такой легенький поэтому вот у него аккумулятор 4 300 лишили не сильно большой аккумулятор ставить доверная зарядка есть беспроводной нету не знаю почему хава и не делает беспроводную подзарядку встроенная память 8 на 128 и 8 на 256 ну построенной памяти здесь все стандартно хотя как стандартно у флагманов есть тоже побольше операционная система гармонии 20 это та самая отковая которая вот что за процессор в этом флагмане стоит к волкам snapdragon 778 джим это между прочим напоминаю обычный нова 9 новость дизайн у него действительно флагманский хотя учитаю в характеристики немного середняк можно сказать потому что 778 же есть и в серии телефона среднего сегмента ну частота 242 герц и кстати новый процессор но 8 ядерный и у него новый видеоскоритель тоже есть андре на 642l значит сенсорный экран весь карты понятно не гибрид у него ну с этим все понятно таки по основному котику вот самый главный объектив у нас огромный который прям чуть ли не знаю одну седьмую то где-то ну какой-то 7 где-то блин четыре десятых экрана занимает 4 кран четыре десятых всего телефона вот это реально дохрена 6 десятых даже можно сказать она всего лишь на 50 мегапикселей да действительно середняк это действительно середняк ребята то есть дизайн у него реально флагманский но на деле он середняк ладно цифровой трансплокатор или же сумму 10x видеоформата 30 fps даже не в 60 ладно второй фотоаппарат это ширик на 8 мегапикселей ясно эти фотоаппарат я могу сказать что этот телефон чуточку лучше моего телефона которым я сейчас снимаю видео я секундочку изменяюсь так продолжаем значит 2 мегапикселя вот это у нас глубина резкости но это наверно фокус там и четвертый фотоаппарат не нужно макро на 2 мегапикселя здесь даже ничего читать не так по фронталке может фронталка мне поработать фронталка здесь хорошее прим скажу он 32 мегапикселя нихрена себе фронталка знаете как гибрид а 51 какого-то на прошел год него самсунга но он был просто королем среди всех как тут и у него эти файл там три ствола мощь молотина значит что у нас дальше датчики 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 у нас датчики акселерометр акселерометр точнее датчик приближения датчик света магнитометр гироскоп гравитационный биометрический сканер ну вроде все вот диапазон майфай 5g 5 герц есть это хорошо bluetooth версии 5 2 самое новое usb 20 type-c отлично просто отлично так саре я не прочитал какая у него тут зарядка на скоростное не очень да вот она сколько ватт вот шоу 66 ватт с ума сойти 66 ватт то есть 11 вольт и 6 ампер охренеть 66 ватт у него мощность зарядки вот это он скоро вот это он конечно аккумулятор свой заряжает мгновенные представляют у меня 18 это быстро заряжается представьте 66 ну правда это не самый большой есть и 120 но это 66 пожалуйста им было так куда еще и сбок ничего не смотрел из этого и на все есть глупо бы было если бы не было модуль gps все есть так это мы не читаем дальше мультимедиа стерео к сожалению не стерео да но зато есть разъем под наушники 300 миллиметров звуковой формат и то здесь видны не стерео формата отцы отцы плюс все остальные темы эры флаги миды вот java art есть дополнительные функции все это есть этого смартфона вот такой вот по войну в 9 что мне понравилось в этом телефоне мне понравился его дизайн он обалденный флагманский он просто стильный до без границ можно сказать вот ну и чем не понравилось в этом смартфоне какие-то тут знаете скудные немного камеры для такого мощного смартфона кроме фронталки фронталки вообще нет трензи она обалденская просто ну камеры здесь реально флагманский просто не выглядят на флагманский камеры на деле они как-то вот как усилить среднего телефона вот еще что мне понравилось в этом смартфоне это его экран он тоже обалденский потому что он тоже такой красочный цветов просто до думать и может просто сказать имеет вот собственно говоря еще и расцветка мне этого телефона понравилось тоже кайфовая вот такой хуавей подготовленного 9 отделились от хонора но продолжают удивлять оценим смартфон дизайн конечно же 9 оценим 10 не могу так как у них не является флагманом дизайн флагманский сам по возможностям 8 поставлю вот что получается 17 баллов заслуживает хуавей нова 9 теперь что по его цене сейчас я к вам вернусь вот и нашел вот цену вот здесь написано он стоит 48 569 рублей ну то есть 49 тысячи примерно 50 он стоит и вот они его все цвета как обычно тут нет последнего самого готова графитова и давайте пораспределю по ценам значит вот этого небесного голубому я бы дал 46000 вот это мульта серии то 47000 за окраски болотно-камысого 45000 ну а графитовым самому крутому под полтешок 50000 вот так вот ребятки ну собственно говоря вот и все с вами был я смартфон смарт-дв и собственно говоря всем пока пока и